Крайне модное желание молодого поколения быть в вере – это последствия проснувшегося генетического духовного голода. Возник он после более чем полувекового периода атеизма и запретов на проявление духовности в любом ее проявлении. И как следствие, с обретением независимости наступило время увлечения религиозностью без оглядки на ее содержание. Яркие следы этого хорошо видны на западе Казахстана. Именно с этого региона страны в 1990-е радикальные религиозные деятели начали насаждение своих идей. Сегодня продолжают регистрировать факты распространения деструктивных религиозных материалов, а также проповеди псевдорелигиозных проповедников экстремистского содержания в соцсетях. За данные правонарушения законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания за подобное распространение, любую религиозную информацию необходимо получать только из официальных источников. Сегодня в стране созданы все условия для получения духовного образования. В республике функционируют 14 учебных заведений соответствующего профиля, 12 из них исламского направления, 9 медресе-колледжей в разных областях и 3 вуза. Университет Нур-Мубарак, Исламский институт имени Хусамуддина Ас-Сыганаки и Исламский институт повышения квалификации имамов при Духовном управлении мусульман Казахстана. В христианском направлении работают два учебных образовательных учреждения – Алматинская православная духовная семинария и Межепархиальная высшая духовная семинария «Мария-Матерь Церкви». Все эти учебные заведения придерживаются законов, действующих в Казахстане, и готовят специалистов, способных нести в массы идеи мира, добра и единства. Субтитры создавал DimaTorzok